На заседании Законодательного собрания региона обсудили дополнительные средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Представитель правительства края представила депутатам корректировки в закон о краевом бюджете на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годы. Основные корректировки связаны, конечно, с чрезвычайной ситуацией. Сейчас у нас расходы просто униносно, деньги со счетов уходят. Вы знаете, что мы активно осуществляем выплаты пострадавшему населению. Кроме того, идут аварийно-спасательные работы, аварийно-восстановительные работы и все они требуют ассигнования из бюджета. И мы сегодня уточнили бюджет по доходам почти на 3 миллиарда рублей. Это дополнительные доходные источники, которые поступили к нам в бюджет. Они к нам поступают в основном от перегрузки товаров, то есть от наших портов, от грузов, от перегрузки. И вот основная доля этих расходов пошла опять же на чрезвычайную ситуацию. На заседании также обсудили увеличение расходов по адресной инвестиционной программе в следующем году. Это связано с удорожанием строительства семи объектов здравоохранения, которые входят в программу модернизации первичного звена. Кроме того, мы получили из федерального бюджета на строительство школы Патрокол средства. Эти средства замещены, мы предусматривали свои. И почти миллиард рублей из них сейчас направлено на здравоохранение. В рамках национального проекта у нас семь объектов возводится на территории края. И вышли из экспертизы документы. И идет удорожание этих объектов по сравнению с тем, что было на 1 января согласовано с федеральными органами власти. Вот основные поправки, которые сегодня единогласно приняты депутатами Законодательного собрания. Отметим, Приморский край занимает первое место в рейтинге субъектов России по уровню открытости бюджетных данных. Такая высокая оценка – результат совместной большой и планомерной работы региональных властей и Министерства финансов Российской Федерации. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.